Всем привет! Как и обещал, сегодня у нас на обзоре будет интересный французский компакт Вен Citroёn C4 Grand Picasso 2 Машинка 2016 года, октября месяца Свежепригнанная и из-за границы, то есть из Франции Поэтому не переключайтесь, подробно сегодня расскажу достоинства, недостатки этого автомобиля А также сравню со своим Рено Грандсценник 3 Автомобиль пришел на смену первому поколению в 2013 году Новый C4 Picasso построен на платформе PSA EMP2 Который он разделяет с Peugeot 308 Эта платформа значительно легче, чем предыдущая PF2 Поэтому C4 Picasso имеет вес меньше, чем более маленький C3 Picasso В 2016 году Citroёn представил рестайлинговую версию второго поколения Грандс C4 Picasso Машина отличается новыми передними фарами Измененной решеткой радиатора и передним бампером Хромированным обрамлением против туманных фар Небольшие изменения затронули и заднюю часть В оснащение добавились новые функции Как раньше я уже сказал, машинка 2016 года Кого интересует цена, я думаю, обязательно интересует 14500 долларов за нее отдавал хозяин этого автомобиля Покупал на авторынке в Минске, как я уже сказал, свежепригнанная Вообще разброс цен очень большой От 12000 долларов до 16000 долларов В зависимости от состояния, года выпуска и комплектации Здесь у нас кожа, почти максимальная комплектация Позже вы видите автомат стоит Настоящий японский автомат от Toyota, который называется I-SIN И двигатель здесь BlueHD Euro 6 1.6 HDI Как его называют, это старый добрый француз HDI, который Стался на машине концерна PSA Но он просто здесь немножко модернизирован и обвешан различными экологическими примочками Пробег этого автомобиля на данный момент реальный 180 тысяч километров Начну обзор машины сзади Я сделаю так по-своему Ну вот смотрите, как выглядит она в задней своей части Вот такой спойлер антикрыло здесь пластиковый есть Эти вот задние фонари позиционируются как 3D Возможно это по свету, потом включу, покажу как они светят Ну парктроники это штатно, уже можно сказать, никого не удивишь Что интересно в этой машине, есть очень удобная функция открывания багажника с ноги Ну как с ноги, идешь ты например из магазина сумками, да Или тут еще кнопка эта грязная, дождь, слякость, просто подошел, ногой провел Ну естественно машина должна быть закрыта перед тем как вы к ней подходите А ключ у вас должен быть в кармане, руке и так далее Еще очень удобно закрывание багажника из кнопки К сожалению в сцениках 3 этого нет Нажали на кнопочку и багажник сам автоматически закрывается Ну вот я включил задние фонари Видно как может быть 3D кому-то, кому-то это просто свет Ну в общем стильно, красиво и неплохо По багажнику У кого дача, семья, того интересует конечно объем багажника Здесь багажник большой, 643 литра против 564 литра у нашего грандсценника И к тому же еще здесь 7 мест Машина у нас 7 мест Ну как все знают в багажнике места сидения не полноценные Это скорее для детей Сейчас я покажу как до них добраться Вот здесь эти шторки такие складываются Тянем за веревочку Вот, потом их сюда, кзади И тянем И у нас эти сидения раскладываются Видите они еще в пленке Машина 16 года Но получается что сзади на них наверное еще никто и не ездил Еще прикольная штука Вот кажется это подсветка багажника На самом деле она вынимается и превращается вот в такой фонарик Которым где-то что-то можно по салону посветить Найти какие-то ключи упавшие и так далее И ставится на место Ну еще наверное не хватает зонтика Как в одной английской машине Которая относится к классу лухури или лакшери Как вы поняли на самом кузове фонарей да нет Багажник открылся и эти фонари поднялись вместе с крышкой багажника Не знаю это удобно или нет Какую-то функциональность придает или нет Ну на Audi Q7 то же самое Смотрите какие мощные здесь газоупоры Либо они кажутся такими большими и мощными Такие довольно толстые трубы Колеса, шины так же как и на Рено Грандсценике Видно 205 на 60 Но у меня 17, а здесь R16 Я думаю что в некоторых комплектациях есть 17 Так Для того что проникнуть на этот последний маленький ряд Мы максимально кпереди сдвигаем эту всю сидушечку И здесь есть такой вот рычажочек Видите у нас даже еще и поднимается сам подпопник На котором мы сидим И сдвигаем максимально вперед Вот И все, туда можно залезать Сейчас я попробую залезть Но для этого я еще сниму вот эту полку Ну скажу вам честно Залезть мне было сюда довольно проблематично Я не маленький габаритов сам Рост 190 И видите я вот так сижу Даже разулся Потому что здесь чисто Комфортно будет конечно людям маленького роста здесь Либо детям Либо еще отодвинуть и сложить вот это сидение Если вот Ну тогда будет нормально Но естественно если у вас полная машина под загрузку И сзади пассажиры То соответственно Здесь уже будешь сидеть при сложенных спинках этого ряда Вот такие дела И вообще я не советую возить детей в багажнике Дети это ваше достоинство Это ваше богатство Их надо возить на этом ряду в детском кресле На спинке заднего сидения еще есть крючок топ тезер Или дополнительный якорный ремень Это для крепления детского кресла Для большей безопасности Для чего это наверное откладывается Такая подставка под ноги что ли Когда ты сидишь сзади Вот такие дела Ну еще хочу вам сказать Что здесь три отдельных сидушки Оборудованная каждой системой Isofix Для крепления детских кресел Вот это что у нас такое Ну вот для чего эти штучки я не знаю Может у кого есть Каких владельцев Напишите в комментарии То есть мы можем двигать индивидуально Каждое кресло Еще можно менять угол наклона спинки Сейчас я подтяну за эту веревочку И оно должно встать на место Вот Каждое кресло двигается Очень удобная машина Что трансформации Трансформации куча Масса Можно по любому Сложить тут Наклонить спинку Подвинуть каждое кресло Как вам удобно Вот здесь есть И для того чтобы двигать рычажок И чтобы менять угол наклона спинки Вот сзади такая красная веревочка Наклоняется и ездит Вперед-назад сидушка Ну сейчас проверим удобность посадки На задний ряд Ну голову немножко я пригибаю Потому что я рослый Но в принципе удобно Головой я здесь не цепляю Запас места вот Над головой еще Хоть я и в шапке Немножко есть Но мне кажется В Grand Scenic 3 Или в Scenic 3 Да Побольше будет Запас места над головой Так У нас еще здесь есть Подсветочка Светодиодная По заводу Для пассажиров Второго ряда Также есть Подсветочка Для пассажиров Даже Что у нас еще здесь Радует Так это Раздельное управление Климатом Для пассажиров Второго ряда Но это не температура Это именно Регулируется Скорость обдува Так как водитель Там у себя выставил Вы просто уже Больше или меньше Выставляете обдув Это типа Закрывать Открывать Вообще Подачу воздуха Так Здесь еще у нас Есть Розеточка Прикуриватель На 12 вольт В полу Под ковриком Тоже есть Ниши Аналогичные Нашим Grand Scenic И Scenic 3 Довольно вместительные Ну сюда можно Класть обувь Некоторые спрашивают Вообще они Зачем Я ими никогда Не пользуюсь Но это для обуви Например Едете вы на море В дальнюю дорогу Сняли обувь Туда положили И ничего Под ногами Не мешает На окна Шторки Сетки Этим уже Я думаю Никого не удивишь Крыша у нас Обычная Не стеклянная Не панорамная Но Есть версия Именно С стеклянными Крышами Которые еще Называют Панорамными Ну вот Как видите Здесь у нас Есть электрорегулировка Сидений Также есть Для ног Такой подпор Я потом Чуть позже покажу С правой стороны Очень удобно Ехать Отдыхать На дальней дороге Также Сиденья Оборудование Водительское Водительское И пассажирское Массажем Легкий Такой массаж В принципе Тоже не повредит Дальней дороге Но Сейчас вот Я забрался В салон Этого Шаттла Этого Космического Корабля На центральной Панели Нас встречает Полноценный Семидиумовый Дисплей Хочу сказать Что Графика Здесь Качественная Картинка Яркая Сочная Здесь отображаются Основные параметры Автомобиля Такие как Уровень топлива Температура Масла Пробег Суточный Бортовой компьютер Здесь выводит Свою информацию Часы Тахометр Спидометр Ну в общем Все параметры Которые есть На панели Любого автомобиля Но Мое мнение Что Он присыщен Информацией Как-то много На одном поле Здесь скопилось Бук Цифры Все в одном месте Ну это лично Мое мнение Думаю Что это дело Привычки К этому Можно привыкнуть Или хотя бы Здесь Сделать Больше шрифт Каких-то Надписей Вот так Запускается Автомобиль С кнопки Уже все Современные Машины Оборудованы Системой Стоп-старт Или Старт-стоп Как его там Правильно Называть Вот видите Большая Такая Картинка Практический Планшет Можно сказать Кстати Который Спрятан За таким Довольно Большим Козырьком Если видно Он находится Постоянно В тени Даже Если солнце Будет Как-то Сбоку В окно Светить То Не будет Затенять Показания Приборов Вот что Еще интересно В этом автомобиле Есть Здесь Второй Дисплей Это уже Блок управления Климатом Мультимедиа Нави И так далее Возможно Кому-то И непривычно Мы привыкли Что были Всякие Крутилки Тут удобно Не задумался Не искал А здесь Например Вот ты хочешь Выставить температуру Пониже 18 Ты нажимаешь Например Вот эти Виртуальные Стрелки Цифровые Кондиционер Тоже Включается Здесь На кнопки И отключается Тоже с помощью Этой кнопки Здесь Также Можно Подключить Телефон Также Здесь Можно Связать Свой гаджет Мобильный Если у вас Apple iPhone Если у вас Любой Android То есть Куча Функций Можно Даже Выйти В интернет Я считал Получить Какие-то Обновления Карт Вроде Тоже Как Но в общем Машинка Управляется Именно С этого Сенсорного Дисплея Стоп Старт Короче Не будем Мы разбираться Много Всяких Настроек И темы Можно Менять И настройки Аудио И так далее И тому подобное Это у нас Что Это скорее всего Навигатор В чем еще Молодцы Производители Я читал Ну сейчас Не зима В перчатках Чувствительность Даже в перчатках Если вы будете Нажимать Эти кнопки То Сенсор Реагирует И на перчатки Хоть Немного Вроде Из-за Кнопка Управления Ручником Находится Вот здесь Под Панелью Чем Интересна Еще эта Машинка Здесь В привычном Месте Нет Селектора Выбора Коробки Передач Видите Там Пустое Место Можно Даже Что-то Поставить Какую-то Субор Сетку Или Сумку А где Он Находится А находится Вон В этом Непривычном Месте Вот У нас Этот Селектор И Переключение Передач Происходит Немножко По своей Схеме Вот у нас Парковочный Режим Стоит Для того Чтобы Переключиться На драйв Нам надо Заднюю Пройти Потом Нейтрал Потом Д Положение Ну М Я не знаю Что обозначает М Ну Скажу Трудно Привыкнуть Может быть Я даже И не Привык Если Я ездил И У меня Например Была Такая Машина Где Переключалка Находится На руле Ну Молодцы Стильно Сделали Может Кому Это И по Душе И Понравится Будет Ездить И доволен И говорит Как я Ездил Когда Переключалка Была Здесь На своем Этом Привычном Месте Так Еще Здесь Есть Под Лепестковые Переключатели Справа У нас Со значком Плюс Слева У нас Сейчас Просто Руль Не повернут И вот Он находится Со значком Минус То есть Мы вручную Можем Переключать Либо По убывающей Передаче Либо По возрастающей Как в каком-то Гоночном Спортивном Болиде Мультимедиа Управление Телефоном На руле Управление Музыкой Круиз Контролем На руле Все так Стандартно Обычно Ну и руль Соответственно Регулируется В двух Плоскостях И по вылету И по Высоте Вот здесь У нас Еще между Сиденьями Находится Центральный Бокс Такой Вещевой Ящичек Довольно Уместительный Глубокий Прикол в том Что он Еще этот Бокс Снимается Если вы Хотите Какой-то Длинномер Перевести И вам Этот ящик Мешает Вот его Просто Взяли В руки И тут Еще Сколько Места Посмотрите Свободного Осталось У нас Находятся Кнопки Управления Массажем Режимы Подогрев Сиденья Водителя Подогрев Сиденья Пассажира А также Управление Массажем Для Пассажира Вот на кресло Посмотрите Перфорированная Кожа Не знаю Есть ли Здесь Вентиляция Сиденья Но скорее Всего Нету Вот здесь У нас Еще есть Такой Вещевой Ящичек Под всем Блоком Управления Автомобилей Этим Сенсорным И в нем Что у нас Находится Находится Розеточка На 12 Вольт И что Мне еще Понравилось Это вот Есть розетка На 220 Вольт 120 220 Вольт Ну что я Хочу сказать Вряд ли сюда Можно будет Включить Пылесос Но Ноутбук Зарядная Какую-то Электробритву Немощные Электроприборы Можно будет Включить Флешка Вот С музыкой Вставляется USB Сюда Отличительной Особенностью Этой машины Является То что Солнцезащитные Козырьки Здесь Двигаются Если вам Слишком Много Лобового Стекла Вы можете Их Сдвинуть Вперед Но Если вы Хотите Наблюдать Звездное Небо Либо Вам Не видно Какой-то Светофор Висящий Над головой Вы Можете Сдвинуть Их Назад Еще Можно Положить Кое-какие Вещички По Бардачку Сейчас Пройдемся Довольно Тоже Такой Вместительный Бардачок Глубокий Я не знаю Что туда Можно Засунуть Но Я думаю Хозяина Проблемы Такой Нету Это Я так понял У нас Находится CD Чейнджер Не знаю Насколько Дисков Но Сейчас Дисков Там Нету В салоне Помимо Основного Зеркала Еще Есть Такое Маленькое Зеркало Которое Никуда Как в сценниках Не прячется Для того Чтобы Смотреть За Вашими Детьми На заднем Ряду Оно Сферическое Но Немножко Картинку Уменьшает И Отдаляет Еще Очень Интересная Вещь В этом Автомобиле Есть Удобная Даже Вещь Скажу Так Это Подножка Для Того Чтобы В дальней Дороге Вы могли Положить Свои Ноги И ехать Отдыхать Для того Чтобы вам Было Легко Удобно Сидеть И Не Затекали Ваши Ноги То Что Есть В машине Датчик Света Датчик Дождя На этом Я не буду Конечно Акцентировать Внимание Это Уже Стало Привычным Делом Только Еще Вот Интересует Одна Вещь Хочу Спросить У Бывалых Для Чего Этот Слот Либо Это Какая Карточка Вставляется Либо Она Что Выдает Чеки Какие То Я Не Знаю Кто Знает Просто Подскажите Для Чего Этот Разъем Чик Здесь Находится Камера Заднего Вида Функции Ассиста Парковки Нет Когда Она Сама Паркуется Нет Но В Этих Машинах Есть Более Дорогих За 16000 Переходим Под Капот Этого Космолета Этого Шаттла Что касается Двигателей Моторов То Здесь У нас HDI Модернизированный Современный Форсированный Движок Который Развивает 120 лошадиных сил В прошлой До рестайлинговой Версии У него было 115 лошадей Здесь Уже Я сказал 120 и 300 ньютон Метров Крутящего момента Хочу назвать Это Недостатком Нюансом Машина Дорогая Машина Современная Но нет Газового Упора Смотрите Для того Чтобы Подпереть Капот Нам нужно Достать Вот этот Обычный Аналоговый Скажем так Упор Ну Вот смотрите Что у нас Находится Здесь Аккумулятор Все на своих Местах Места Так скажем Довольно Много Прилично Для обслуживания Ремонта Можно Достать Сделать Какие-то Работы Турбинка У нас Находится Здесь Спереди Средний Расход Этого Движка Где-то 5-6 литров Но По Производителю Как он заявляет 5 по городу 4 по трассе Плюс-минус Там литр В большую Сторону Я думаю Зимой Естественно Расход Увеличится Я читал Где-то Максимальный 7,2 Зимой При интенсивной Езде При прогревах Согласитесь Это очень Даже Хороший Расход Я бы Сказал Меньше Чем Моего Сценика 1,5 ДЦИ Что касается Надежности Этого Мотора Он проверен Временем Как я уже Говорил Это старый Добрый 1,6 HDI Который На Peugeot Citroen Ставился Но Отмечается Нечастая Проблема Забивается Подающая Трубка Вала Турбины А так В принципе Мотор Надежный Но еще Здесь Евро 6 И Обязательно Отмечу Что заливается Сюда Не Iolis Walker Присадка А именно Уже Мочевина Которая Может Иметь Торговое Название От Blue Или еще Какие-то Бачок На 17 Литров Для заливки Этой Мочевины Находится Сзади В багажнике По подвеске Если интересует Здесь Балка Стоит Спереди Обычный Макферсон На первом Поколении Гранд 4 Пикассо Стояла Сзади Пневма Конечно Это Проблемная Была Подвеска Люди Модернизировали И упрощали Просто Эти Пневмобаллоны Выбрасывали А оставили За место Их Обычные Пружины А здесь Уже Пневмы Даже Не было То есть От нее Отказались Размеры Автомобиля Длина 4602 Миллиметра Но есть Еще И короткая Версия Которая Там будет Немножко На Поменьше 4438 Миллиметров Ширина 1826 Высота 1638 У короткой Версии Высота Будет Чуть Меньше 1610 Миллиметров Снаряженная Масса 1434 Килограмма Если Сравнивать С моим Сценником То Этот Автомобиль Получается Немножко Ниже По длине Он будет Больше И По ширине Сценник На пару Буквально Там Сантиметров Чуть Шире И По массе Гранд 4 Пикассо Тоже Немножко Будет Потяжелее Буквально Килограммов На 20 Что Можно Сказать Это Мелочь Когда Включаешь Заднюю Передачу Здесь Зеркала Опускаются Вниз И Показывают Вам Лучше Обзорность Классная Штука Когда Зеркала Опускаются Мои Машине Не Опускаю Можно Сказать Вот Ну Сейчас Проедем Покажу Динамику Расскажу Как машинка Едет Еще Вспомнил Клиренс Немножко Выше На 1 Буквально Сантиметр Ну Пускай 1-2 На новой Машине На непросевшей Подвеске Вот Стоит Мои Сеня Тихо Работает Автомат Настоящий Шестиступенчатый Гидротрансформаторный Двигатель Приемистый Вот Я Сейчас Втоплю О Ревет Разгоняется Так Нормально Переключаются Передачи Безрывков Все Таки Друзья Хочу Я Машинку На Автомате Чтобы Нога Отдыхала Все таки Уже Надоели Эти все Механические Коробки Хочется Чтобы Ездить С комфортом На дальнее Расстояние Отдыхая Не задумываясь Переключение Передачи Особенно Если У тебя Болит Нога Это Удобно Поэтому Хочу Сделать Такое Заключение Да Машинка Интересная Машинка Приятная Навороченная Космолет Такой Шаттл Но Стоит Довольно Дорого Если Вы Хотите Поменять Свой Сценник На Какую Другую Машину Я Скажу Может Быть Это Будет И Неразумно Поменять Один Минивэн На Либо Спейс Либо Кроссовер Но Что-то Больше Хочется Поэтому Честно Мое Мнение Да Ее Купить После Легковушки Классно Но Уже Покатавшись На Одной Минивэне Пересаживаться На Аналогичную Не Хочется Они Между Собой Похожи Сходство Есть Да Поэтому Вот Такие Дела Друзья Поэтому Буду Заканчивать Спасибо За Внимание Строго Не Судите Это По обзорам Вам Понравится То Я буду Продолжать Буду Снимать Еще Какие То Машины Поэтому Спасибо За Внимание И До Встреч Субтитры Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»